Почему церковь в последнее время не производит этих личностей? Ответ очень простой. Церковь не производит, потому что она не может произвести то, чего нет в ее ДНК. Из ДНК церкви Христа была выведена агрессия. Я читаю Библию. До отбытия, до откровения. Агрессия, агрессия, агрессия. Агрессия правильная, не подумай меня неправильно. Не агрессия, которая наносит ущерб. Агрессия, которая отстаивает. Агрессия, которая говорит с фараоном. Агрессия, которая вычищает храм. Агрессия, которая говорит с именем сатаны. Ты слышишь меня? Я не говорю о зле. Стоп, это другая вещь. Агрессия и зло. Зло это бесконтрольные эмоции. Агрессия это эмоции, направленные мудро в определенную сферу. Вы понимаете? Агрессия это эмоции, которые я мудро концентрирую и направляю. Но здесь же я сажу ребеночка на колени и говорю, не пустите, не запрещайте деткам приходить ко мне. И здесь же встает и говорит, горе вам о труде змеи. Агрессия это не зло. Не пунта и зло с агрессией. Это две разные вещи. От духа зла мы должны быть свободны. Но агрессия, христианская, божья агрессия, львов, должна вернуться в ДНК. Потому что мы не увидим с вами новое поколение. Мы никогда не передадим то, чего мы не имеем. Мы должны воспитать поколение, готовое умереть за царство Бога. Итак, нас научили бояться агрессии. Нас научили избегать ее всеми силами. А агрессия это всего лишь протест, дорогой протестант. Здесь это несогласие. Это высказывание своей точки зрения. Это абсолютная нетолерантная позиция. Это значит, агрессия показывает, что ты на чем-то основан. Мы должны воспитать поколение, готовое умереть за царство Бога. Бога!